В среду на территории шахты Эстонии концерна Энофит Кайвандусет прошло торжество, посвященное 70-летию горно-спасательного отряда. Образованное в Эстонии в 1947 году, военизированное подразделение Министерства угольной промышленности СССР принимало участие в ликвидации пожаров и аварий в различных угольных бассейнах страны. А вот в ноябре 1988 года военизированный горно-спасательный отряд объединения Эстон-Сланец вступил в борьбу с масштабным пожаром на шахте Эстонии. Второй пожар, который ликвидировали бойцы отряда, произошел в 1993 году, когда Эстонская республика была уже самостоятельной. Действовать в экстремальных условиях, приходить на помощь людям, попавшим в беду под землей. Такова профессия горно-спасателей. Нынешний командир отряда Андрей Поздняков сказал каналу ЛИТОС, что пока добывается Сланец, профессия горно-спасателя никуда не исчезнет. Впереди еще, я думаю, 70 лет. Впереди наши профессиональные задачи, которые нам будет жизнь ставить. В отряде работы, значит, в общей сложности 28 человек. Средний возраст, в общем, средний возраст, где-то порядка 44 лет. Отношения у нас испокон веков, то есть традиции такие у нас, можно сказать, семейные отношения. Ветерану горно-спасательного отряда Владиславу Владимировичу Левковскому 83 года. В таком возрасте он еще иногда преподает в Центре профессионального обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации горняков. Его молодому коллеге Василию Лабенкову 30. Что между ними общего? Понимание важности их профессии, осознание того, что их уважают все шахтеры и работники сланцевого карьера. А это значит, что они обязаны ежедневно оправдывать это уважение. Самое важное, а душевное отношение к своей профессии, в которую входит любовь к людям, любовь к близким, дабы себя подготовить, подушевить в какой-то экстренной обстановке, именно людям оказать помощь. Выполнять свои поставленные задачи, спасать людей, ликвидацию аварии проводить, то есть тем, чем мы, по сути, должны заниматься. Нынешему поколению я бы пожелал именно совершенствования, во-первых, своей профессии, чтобы постоянно быть готовым к тому, для чего они работают, ну и рисковать только тогда, когда речь идет о явном спасении людей. У нас так и в документах написано. Горноспасатель Алексей Чихонин пришел на юбилейную церемонию со своим сыном, школьником Артуром. Мальчик многое знает о профессии папы, и благодарственное письмо от руководства концерна тут же попало в руки сына. Такие благодарственные письма и юбилейные медали председатель правления концерна Энефит Кайвандусет Ахти Пур вручил не только действующим горноспасателям, но и ветеранам отряда. Благодарности получили партнеры, которые, в свою очередь, также поздравили отряд с юбилеем. Это представители Восточного спасательного департамента, медики, коллеги из сланцехимического концерна Виру Кемия Групп, в котором есть своя шахта ОЭМа. Руководитель подземных работ химического концерна Виктор Чупин, член правления шахты ОЭМа Маргус Локко и руководитель горноспасательной службы Владимир Кочкин вручили горноспасательному отряду не банальные подарки, а иконы святых, оберегающих шахтеров от разных бед. Владимир Кочкин много лет командовал горноспасательным отрядом эстонских шахтеров. Когда подошел срок, ушел на пенсию, но его богатейший опыт пригодился на новой шахте, которую также опекают юбиляры горноспасатели. Поздравляя отряд 70-летием, член правления Эстиэнергия и председатель совета концерна Энефит Каймандусет Андрес Вайнула сообщил новость, начиная с июня на шахте Эстонии будет внедряться подземная мобильная связь. Это поможет осуществлять более быстрое оперативное реагирование в нестандартных ситуациях. К юбилею отряда действующий горноспасатель Владимир Туманов подготовил видеофильм, рассказывающий об истории горноспасательной службы эстонских шахтеров.